Добрый день! Сегодня продемонстрируем работу ювелирного 5-осевого станка модель Ювелир 5 ПРО. Данная модель изготовлена из литьевого чугуна, то есть рама, портал, стол, все полностью чугунное. На данной модели установлен на поворотном шпинделе волновой редуктор. Что обеспечивает очень хорошую точность. В целом станок очень мощный, может работать с воском, с деревом, с мягкими металлами, с твердыми металлами. С металлами будем работать чуть позже, сегодня будем работать на воске. Сейчас хотел бы продемонстрировать. Первое, это то, что мы запустили сейчас наш станок. То есть нам его нужно выставить в нулевую точку, чтобы он у нас отработал корректно. Ну, первое, что мы делаем, это устанавливаем станок в машинный нуль. После чего станок на высокой скорости подъезжает к датчику, отъезжает и делает контрольное обнуление для того, чтобы обнулиться очень-очень точно. Сейчас вы можете видеть работу концевых датчиков. После того, как станок обнулился, он выравнивает шпиндель вертикально ровно по смещению. Сейчас мы установим нашу фрезу. Мы установили нашу фрезу. Я подвел камеру чуть-чуть поближе, чтобы вам был виден весь этот процесс. После чего мы нажимаем в матче кнопку обнулить ось Z. Станок автоматически выезжает к нулевой точке, опускается к датчику. В данный момент, в данном скрипте зашито две функции. Первая функция это определение вылета инструмента. К этому мы вернемся чуть-чуть попозже. Для черновой обработки нам этого будет не нужно. Забыл сказать, мы установили 3-х миллиметровую фрезу и будем производить сейчас черновую обработку. Теперь станок обнуляет уже непосредственно кончик фрезы и выезжает в нулевую точку. Сейчас будем запускать нашу черновую обработку. Так что не переключайтесь. Сейчас мы запустим нашу черновую обработку. Включаем шпиндель и нажимаем старт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok